Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я по образованию богослов. Я консультирую жертв абьюза, это моя профессиональная деятельность по теме НРЛ. Также мы с вами здесь на канале очень часто рассуждаем о нарциссах, но что говорить абстрактно, когда у меня есть материал, где вы можете, так скажем, физически почувствовать, проанализировать речь нарциссов, речь летучих обезьян, о которых мы часто говорим просто образно. И сейчас есть возможность на примере родительского чата, в котором лично я присутствовала, на меня была травля, проанализировать поведение таких людей. Итак, читаю переписку из родительского чата. Сразу скажу, если бы человек другой, который не сталкивался с нарциссами, прочитал бы такую переписку, ему бы показалось, что его просто почему-то не взлюбили, что он сам, наверное, сумасшедший и так далее. Но так как у меня за плечами, так скажем, большой опыт моей работы профессиональной, я могу это всё холодным умом проанализировать. Сразу скажу, между кем идёт диалог, чтобы вам было понятно и не было лишних вопросов. В основном диалог идёт с мужчиной, который с первого класса занимается неким казначейством, собирает деньги со всех на разные нужды класса. Это его инициатива. Я с ним не стала связываться, потому что мне его поведение с первого класса показалось странным и не очень логичным. Это моё личное решение принципиальное, что я не сдаю деньги, потому что, ну, могу рассказать почему. Потому что в первом классе деньги собирались на эмблемы, потом в итоге эмблемы выдали бесплатно, и человек предложил, а давайте я все деньги, которые собрал, оставлю вот в этой общей копилке для общих сборов. То есть мне так показалось, ну, лично, может, я ошибаюсь, что человек изначально просто так и рассчитывал оставить деньги на себя. Конечно, они периодически что-то и покупали, да, но понятно, что, возможно, какие-то деньги остаются и у него. Не вижу какой-то отчётности и так далее и тому подобное. Я, это моё личное решение, да, многие могут со мной не согласиться, сказать, что нет, это в целом нормально, собирать деньги с родителей какому-то просто человеку, да, который к школе, по сути, не имеет административного отношения. Но в целом, понимаете, вот такая деятельность, она тоже не совсем корректная, потому что одно дело добровольно собирать деньги, другое дело, когда это уже вымогательство, когда человека, который отказывается собирать деньги, подвергают травлю. Что здесь и видно в этой переписке, которую я сейчас зачитаю. Ну, давайте почитаем. Итак, я задаю самый обыкновенный вопрос учителю, который, мне кажется, не является чем-то таким странным или неадекватным, как потом в итоге меня выставили. Давайте просто по фактам, да. Я спрашиваю, здравствуйте, обращаюсь к учителю по имени и отчеству. Будьте любезны, поясните, в какие числа дети будут учиться, а в какие нет. Завтра по прогнозу минус 22, послезавтра минус 30. То есть завтра учиться, а послезавтра нет. Или непосредственно перед выходом из дома температуру смотреть и по своему усмотрению дома оставлять ребенка. И тут мне отвечает вот этот мужчина, который уже, видимо, два года на меня точит зуб. Нам идти пять минут. Я думаю, он сможет в любую погоду дойти спокойно. Во-первых, тебя не спрашивали, почему вот такие люди, у которых есть НРЛ, но я этого человека не оскорбляю. Я просто рассуждаю, что возможно у него есть НРЛ. Я не утверждаю, что это так 100%. Обычно вот такие люди, у которых есть НРЛ, они считают, что только их мнение самое правильное, что только они знают истину. И даже если они не относятся к администрации школы, они берут на себя такую обязанность отвечать вместо учителя. То есть он посчитал, что именно он мне будет отвечать, когда мне моего ребенка везти в школу. Далее я говорю, если Министерство образования дало рекомендации, то споры излишни. Далее что происходит? Мужчина там пишет, в том и дело, что это рекомендации, а не указания, значит каждый принимает решение, как поступить. Далее я говорю, что вообще-то как бы я просто спрашиваю учителя. И, наверное, здоровый родитель, он своего ребенка не поведет в минус 30. Что даже, наверное, хозяин собаки не поведет в минус 30 на прогулку, где мне начинают вот такие дизлайки ставить. Кстати, я хочу подчеркнуть, что вот когда вы имеете дело с нарциссами и летучими обезьянами, то вам может показаться, что все против вас, хотя это не так. Это 2-3 человека, которые заранее подговорены. У вас может создаваться ощущение, что все против вас, потому что вас пытаются морально подавить, вас пытаются вывести на эмоции. В частности, вот это вот ощущение, как будто это масса людей сразу против тебя. Ставят вот так вот дизлайки. Кстати говоря, вот это мое сообщение, оно не сохранилось, я потому что его изменила на детский сад и показала вот так вот на всех людей, которые начали мне дизлайки ставить. Какой-то просто цирк. Далее я пишу. Мне на ваши дизлайки как-то нет дела. Я за ребенка переживаю. И есть место, где самовыражаться, помимо родительских чатов. Ну, действительно, если ты человек творческий, у тебя помимо родительских чатов есть место, где самовыражаться. А сюда ты заходишь просто узнать какую-то информацию, без каких-то диспутов. Ждешь ответ именно учителя, а не родителей, которые так же, как и ты, до конца, может быть, чего-то не понимают. Далее от учителя так ответа не последовал. Учитель просто говорит. Уважаемые родители, просьбы не засорят чат своими рассуждениями. Все ваши недовольства выражайте в личной переписке между собой. Чат рабочий. Здесь пишу информацию я и еще вот такой вот учитель, как администратор. Спасибо. Что происходит дальше? Уже утро. Я думаю, вести ребенка или не вести. Я лично в порывах ветра не разбираюсь. Там вот такая вот рекомендация, документ с порывами ветра, с температурами. Мне нужно четко да или нет. Когда ты принимаешь решение, вести ребенка или не вести, ждешь ответ учителя. Очень простой. Да или нет. Я пишу снова. Доброе утро. Мне так и не ответили, в какие дни дети учатся. Прошу разъяснения учителя. В комментариях родителей не нуждаюсь. Учитель опять ничего не отвечает. И начинается опять эта грязь со стороны уже разных родителей. В минус 28, в минус 30. Что тут непонятного? Скидывали выше. Вот таким вот тоном они общаются. Для них это норма. Как там дети общаются? Мне просто страшно. Ну, у моего ребенка есть друг адекватный. Как остальные? Я не знаю. Там некоторые дети дерутся. Позволяют себе какие-то очень странности. Ну, понятно. Если какие родители, такие дети. Я пишу. Я не метеоролог, чтобы изучать порывы ветров. Потому непонятно. Что дальше происходит? Учитель пишет и снова. Доброе утро. Рабочий чат. Не для дискуссий. Спасибо. Я на работе. Вы отвлекаете. Далее опять летучие обезьяны пишут. Учитель тоже не метеоролог. Выйдите на балкон с пальцем вверх. Это мне вот родитель пишет. И телефон у всех есть. Смотрите, там указано все. Извините, пожалуйста. Это она к учителю обращается. Извиниться в оскорблениях перед другим родителем. Это, извините меня, это не то. Потому что обычно нарциссы, летучие обезьяны, уважают только тех, кто выше их по статусу в данном чате. А если это равный тебе, то зачем? Можно и грязью поливать, можно оскорблять. Далее я пишу. Ваша работа – это дети. А не что-то другое. Вопрос о детях. Если дети приходят в школу, когда там пустой класс, им что, на улице стоять? Что далее происходит? Пустой класс не будет никогда. Мне дальше отвечают родители, учитель так и не ответил. Учитель в любую погоду в школе. Что за бред? Вот что это за бред? Потому что уже в прошлом году были такие дни, когда реально не было детей в школе. Когда отменяли занятия, также из-за плохой погоды. То есть меня пытаются выставить просто сумасшедшие в данной переписке. И далее пишет, опять же, вот этот вот человек, казначей класса, так скажем. Обращение к учителю по имени-отчеству. Вы меня, конечно, извините, что я пишу в общий час. Но здесь надо решать вопрос не о том, чтобы поменять классного руководителя. А нужно решать вопрос о том, чтобы цаженцеву исключить из чата класса. Это уже ни в какие ворота не лезет. Прошу прекратить все. Опять учитель пишет сообщение в этом чате. Далее пишет, уважаемые родители, мне кажется, писать в чат во время учебного процесса не стоит. Учитель работает с нашими детками. Решать вопросы личного характера можно после рабочего дня. Вот у меня только вопрос. Вот такой вопрос, учатся ли сегодня дети? Можно ответить простым словом «да» или «нет»? Без вот этих вот дискуссий, без того, чтобы выставлять меня сумасшедшей. Я очень любезно обратилась изначально к учителю. Что происходит дальше? Дальше уже просто оскорбления сплошные. И я уже пишу, по какой причине вы позволяете себе такое писать? Если я задала вопрос, учатся ли дети, это повод исключить саженцеву из класса? И кто из нас провокатор? Наших детей нужно учить тому, чтобы не было буллинга. Тут родители себе такое позволяют. Ну, далее, короче, что тут происходит? Вы сами травите своего ребёнка, пишет один из родителей. Таким поведением вам чётко написали, даже не написали, скинули приказ. Ну, так что, его невозможно пояснить, что ли? Это так трудно? Это так трудно просто сказать «да» или «нет»? Так, далее, травите сами своего ребёнка таким поведением. Вам чётко написали, даже не написали, скинули приказ. Его составляет не учитель. А вам напишите, вам пояснили, как и что мерить. Далее опять этот мужик пишет, у которого денюжка, там, видимо, плачет без меня. Причин объективно много, почему я позволил себе так написать. Учитель скинула чёткое положение, рекомендательного характера. Вы же, как и всегда, задаёте много глупых вопросов. Вот до этого как-то родители тоже разные вопросы задавали. Их почему-то не выставляли глупыми. Их не хейтили. Хейтят именно меня почему-то. Называют глупой. По поводу буллинга. Вы сами себя так поставили с самого первого класса, тем, отстранив своего ребёнка от жизни класса. Это он имеет в виду то, что я ему не скидываю денюжку. Я отстранила его от жизни класса. Но вообще-то дети-то в школу приходят учиться, а не просто скидывать денюжки. Далее я пишу. Если я вам не скидываю деньги на подарки, это не значит, что это повод исключать моего ребёнка из класса. Ваша деятельность сборов вообще сомнительна. Я не обязана кидать вам на карту деньги. Ребёнок в школу ходит учиться. Остальное это уже личное дело каждого. Вы продолжаете меня оскорблять и буллить без причин. Далее учитель так и не ответил да-нет. Продолжает говорить. Уважаемые родители, прошу прекратить. Ну и я подчеркнула, что уже здесь зафиксирован акт вымогательства. Какая личка? Человек явно даёт понять, что трябля осуществляется из-за того, что я не скидываюсь на общак класса. Это уголовно наказуемое дело. Понимаете, да, вот в чём интересно, что человек уже как бы, он обнажился в свою суть. Главная это причина, из-за чего вот этот буллинг состоялся. И допустим, если идти в полицию, то просто там какая-то личная переписка, она веса не будет иметь. Будет веса иметь на какой-то платформе. Ну далее, конечно, естественно, меня выставляют сумасшедшей. Прекратите уже бред свой нести. Никому ничего от вас не нужно. Перестаньте привлекать к себе внимание. Это я тем, что забочусь о своём ребёнке, спрошу, учатся ли сегодня дети, я привлекаю внимание. Отвлекая всех нас от просмотра ваших бредовых сообщений, люди конкретно, вот сам нарцисс, так скажем, летучие обезьяны, они создали такую видимость, как будто я несу бред, как будто я сумасшедшая. Я уже далее статью из Российской Федерации там привела. Какая травля, ещё один родитель пишет. Вы в своём уме, вы можете вообще не участвовать в жизни класса, тогда вопросы по погоде оставьте при себе. А при чём тут жизнь класса и погода, если я конкретный вопрос задаю про учебный процесс, учатся ли сегодня дети. Уже несколько людей повелись на вот это вот, когда человек пытается выставить меня ненормально. Другие подключились, да, и просто вот наседают, наседают, оскорбляют, оскорбляют, больше ничего. Вы, мать, прививаете, что вы прививаете своему ребёнку? Она берёт с вас пример. У неё жизнь, а социуми только началась. Я вообще, как бы, если бы я не была психологом, я бы подумала, что действительно со мной какие-то проблемы, потому что здесь идёт просто наседание сразу же нескольких людей. Я уже, как бы, пытаюсь защищаться, да. Какая травля, вы меня спрашиваете, да. Этот человек прямым текстом пишет, что саженцеву нужно исключить из класса. Я ненормальна. Это и есть травля. Если бы про вас такое написали, вам бы понравилось. И далее мне уже пишут, давайте встретимся на собрании, приходите, пожалуйста, от нас вот из таких родителей. После собрания мы с вами всё обсудим. Вот с этими людьми. Это практически уже звучит как угроза. Если здесь люди на медиаплощадке себе позволяют называть ненормальной, оскорблять, травить, то что там, они, может, за углом возьмут и, я не знаю, побьют меня? Они меня приглашают, так скажем. Вот мне лично совершенно с такими людьми разговаривать не о чем. И далее уже учитель, наконец-таки, начинает говорить про погоду. После этого всего диспута. Учитель уже сегодня утром пишет, погода сегодня... Я предупреждаю, что погода сегодня плохая. И так далее, и тому подобное. Напишите мне, те, кто не пойдёт, и я вам скину, как говорится, дополнительное задание. Почему это нельзя было написать раньше? Такими простыми словами, как будто ощущение, что специально человека выводили на эмоции, провоцировали, не давали чёткого ответа «да, нет», только для того, чтобы насесть, унизить общаком и выставить ненормальным. Хотя задан был вопрос, ну, наипростейший. Учатся ли дети? Вот такая травля, если она с вами происходит, вы должны знать только одно. Что есть люди с НРЛ, это не лечится. Есть летучие обезьяны, которые будут способствовать. И не все люди там, допустим, в этом классе против тебя. Потому что у вас тоже может быть такое впечатление сложиться. Есть несколько, два-три человека, которые будут поддерживать нарцисса, которые будут подначивать всех остальных. Но вы должны знать, что как бы не всё так плохо. Потому что желание этих людей именно сделать ощущение, что все против вас, но это не так. Спасибо вам, дорогие, за внимание. Желаю всем отличного настроения. Кстати говоря, вот, чтобы вы тоже понимали, со мной всё в порядке. Я не в отчаянии каком-то, потому что некоторые родители уже начали мне писать. Евгения, у вас всё нормально? У вас всё хорошо? Даже не понимают, что проблема не во мне, что я абсолютно спокойно задаю вопросы учителю. Настолько вот это вот ощущение заразное, что в итоге провокатор кажется всем нормальным. Да, при этом при всём он позволяет себе самоутверждаться за счёт женщины, позволяет себе оскорблять. Но ощущение возникает, как будто именно жертва ненормальная. Так и происходит в общении с нарциссом. Потому что по итогу все вот так вот аплодировали ему на его оскорбления, а на мою защиту реагировали вот так вот. Поэтому берегите, пожалуйста, себя, не дайте себя в обиду. Если вам нужна личная консультация, меня как психолога, практикующего на теме НРЛ с жертвами абьюза, номер в описании видео. Уже после того, как я видео отредактировала, я ещё один интересный момент заметила, что этот человек изначально писал сообщение «Исключить Саженцеву из класса». Что меня, собственно, та и повергла в шок. Да, какое право человек имеет решать за директора, за учителя, кого исключать из класса, кого оставлять в классе. Но потом он отредактировал это сообщение и изменил из чата класса. То есть для чего это тоже сделано? Скорее всего для того, чтобы потом применить газлайтинг. И сказать, что ничего такого он не говорил. Что он просто имел в виду чат класса. И всё. Но у меня остались скрины и изначального сообщения, и после того, как оно было отредактировано. Так что, мои дорогие, я ещё раз вам желаю всегда оставаться в этой реальности, видеть ход событий и не вестись на провокации, когда вас пытаются выставить ненормально. Когда на вас ведётся травля, когда пытаются всех подговорить против вас. Имейте трезвый ум и стойте на двух ногах и знайте, что всё с вами нормально. А ненормально это как раз с теми людьми, которые агрессивны без повода. И которые пытаются на вас травить летучих обезьян. Спасибо. Надеюсь, моё видео будет на пользу людям, чтобы они берегли себя от нарциссов. Спасибо.